добрый день уважаемые коллеги рада видеть вас сегодня на самом деле действительно рада потому что после меня такая сегодня почетная достаточно ответственная миссия я начинаю собственно рабочую неделю после такого длинного выходного практически одного дня в неделю за это время вы много успели сделать отвлечься от может быть текущих проблем помешать какие-то более важные стратегические задачи связаны как правило с переходом на новый сканон форма образования не во всех наших нормативных наших документах не не называют формой но фактически это так вот и честно говоря я очень рада что вас здесь так много потому что я вижу что и предали преодоление технических проблем состоялась вашей страны интерес не угас потому что такое с одной стороны напряжение с другой стороны расслабление течение длительного выходного дня по повести к тому что как-то как-то выпадали бы из вот этой хорошей очень на самом деле традиции уже сложившейся четко созданной компанией директ академия с ее дружинками традиции именно вот таких вот ежедневных вебинаров вебинаров полезных нужных которые кроме всего прочего дают регулярность это очень важно дает регулярность нашу постоянную обеспечивает погруженность вопросы образования современного и это стоит дорогого потому что такая постоянная погруженность приводит к тому что ты независимо может быть даже подсознательно начинаешь для себя генерировать какие-то идеи начинает их начинаешь их пробовать потом получаешь информацию опять продолжают практически постоянный рост наши и развития вот и в частности на себе я точно ощущаю как преподаватель как такой исследователь онлайн образование поэтому я очень благодарна нашим компаниям нашим организаторам за то что такую возможность они нам представляют и кроме всего прочего представляет возможность нам и поделиться с вами не только чем-то абсолютно насущным необходимым сейчас таким текущим но текущий необходим здесь и сейчас ну и стратегическим всякими идеями которые сейчас на самом деле важны мы сейчас находимся на перегроме и очень важно не растеряться и принимать нужные решения о чем мы сейчас с вами поговорим сегодняшний мой вебинар посвящен как бывает часто у меня тьютерство в чем тьютерство в традиционной среде и тьютерство в среде цифровой то есть дистанционном образовании мы сегодня поговорим о том почему нужно именно тьютерить или преподавательстве с разными тьютерскими компетенциями а также как этого достичь так давайте начнем почему и собственно какие такие стратегические драйверы которые подвигают нас к развитию наших тьютерских компетенций дистанционного образования в образовании вообще вот я очередной раз привожу слайд об актуальном статусе движения наконец 2019 года почему именно мог движение потому что вот это движение массовых открытых онлайн-курсов называется она сейчас движение или новой экологической системы образования это такой совершенно феномен от такой черный лебедь на свое время который возник в начале тринадцать просит в двенадцатом году вот и который очень сильно и совершенно неожиданно повлиял ниже непредсказуемо повлиял на развитие образования вообще собственно вся моя серия вебинаров мой трек вебинаров он про то как собственно развивалось образование как развивался онлайн образование как это повлияло на наше с вами образование в том числе вот а наиболее мощным драйвером изменения в образование да были именно массовых онлайн-курсов поэтому я сейчас просто демонстрирует еще раз этот слайд как свидетельство того что вот этот драйвер очень становится все мощнее и мощнее вот и собственно благодаря развитию массовых онлайн-курсов мы имеем ту среду в которой востребованы тьютеры кто такие тьютеры какие компетенции у них есть мы поговорим чуть позже сейчас давайте посмотрим что мы видим здесь во первых мы видим что очень много курсов можно очень много образовательных продуктов которые можно грубо говоря потреблять вот прежде всего это курсы их нас 13 тысяч предлагается в мире это наконец 19 года сейчас наверняка больше вот где-то порядка тысячи 820 программ верни пропасите не программу сколько программ здесь не написано вот но эти 13 500 курсов они созданы больше чем больше чем девяти сотнях университетов вот и что прибавилось по сравнению с 2018 года как мы здесь это 50 онлайн академических степеней вернее 50 академических степеней от ведущих университетов мира которые можно получить обучаясь на чисто в онлайне чисто дистанционно вот мы помним да что дистанционные курсы этот курсы которые преподаются в дистанции но при этом включают преподаватели а формат массовых онлайн-курсов и предусматривает даже наличие преподавателя там могут быть менторы там могут быть юторы но там нет давать не присутствует только в виде записи своих видео лиц вот таким образом что мы здесь видим на этом какие выводы можно сделать из этого из этой информации которая представлена на слайде что образовательная среда сейчас чрезвычайно изобильно образовательная среда чрезвычайно разнообразно потому что видите не только 13 тысяч курсов почти от 1000 университетов они сильно отличаются просто неизбежно по умолчанию во вторых искать она разнообразна не только по контенту по содержанию но она разнообразна еще по как бы тому как можно использовать эти программы как собственно можно обучаться какие можно выбирать там цели можно выбирать курсы которые сейчас конкретно востребованы например обучиться программирование на питоне случайно по популярные сейчас курсы на разных уровнях и я имею ввиду образование на разных этапах образования можно учить там так сказать программирование на питоне проходит еще в школе причем даже не где-то так сказать в основной вот и закрыть тем самым как развить какие-то узкие совершенно узкий набор компетенций который нужен вам сейчас можно пройти программу вот как я в свое время прошла программу обучения на и получила специализацию онлайн преподавателя вот можно то есть это совокуп программ это совокупность курсов направленных на развитие такого определенного набора навыков более широк очень конкретный курс но все-таки определенного а можно получить уже академические степени в онлайн давайте почему от ведущих университетов мира эти академические степени они резко количество их росло предложение росло в 2019 году в 2018 году был такой новый всплеск новое направление роста двух движений а именно росло количество предлагаемых онлайн степени в 2019 году этот рост немножко замедлился но тенденция так что эти академические степени были очень привлекательны потому что они были существенно дешевле чем аналогичные степени получаемые он кампус да то есть в оффлайне вот она сейчас но в 2019 ситуация изменилась и они эти получения онлайн академические академические степени онлайн все время дорожает и уже сразу сравнимо да со стоимостью получения академических степеней в традиционном университетском кампусе вот то есть растет разнообразие растет количество растет спектр возможностей которые можно извлечь из этого разнообразия и все это конечно не может не влиять и на средний на высшее дополнительное образование как же она влияет ну у нас среднее образование мы это привело к тому что появились такие мощные ресурсы как мэш московская электронная школа которая трансформировалась российскую электронную школу появились единые коллекции образовательных ресурсов вот так вот на высшее образование конечно тоже не могла повредить не повлиять причем несколько лет назад или года четыре назад считалось что именно высшее образование будет до наибольшей степени трансформирована вот этим самым движением как будет изменено под влиянием развитие этого движения но это оказалось не совсем так на самом деле сейчас понятно что наибольшие изменения претерпела дополнительное профессиональное образование причем тот сегмент этот сегмент потребителя образовательных услуг значит который нацелен на карьерный рост то есть это не просто некий там lifelong learners да который учится всю жизнь а это те кто хочет продвигаться в своей карьере вот и на этом сегменте сейчас сосредоточены разработчики массовых онлайн курсов и это еще связано с тем что на этом сегменте вот такие вот онлайн курсы легче монетизировать об этом шла речь на предыдущем моем вебинаре про монетизацию или или может быть на предыдущем совсем последний может быть на предпоследний но в любом случае у нас был очень интересный ценный вебинар по монетизации цифровых навыков которые сейчас тем более пригождаются в условиях большого скачка онлайн определение которое родилось совсем недавно может быть неделю назад мы еще про это поговорим и так что мы видим вот актуальный статус мог движения как отражение ситуации вообще в образовании сейчас очень много всего очень много разного и это разное совершенно не похоже на то что собственно мы привыкли видеть но мы еще об этом поговорим так сказать а можно ли надо ли относиться серьезно может быть это все приходящее может быть завтра весь этот онлайн что называется схлопнется по каким-то причинам вот если посмотреть на перспективу вот это обсудить с точки зрения финансовых результатов вот тут вот финансовые результаты на конец 2018 года на конец 2019 я просто пока не собирал не было возможности но посмотрите значит финансы посмотрите сколько собственно начали зарабатывать вот эти стартапы которые появились в 12-м году только-только очень быстро росли и стояла проблема не схлопнутся ли они завтра потому что такой рост надо поддерживать организационно и финансово так вот доход курсеры за 2018 год составил 140 миллионов долларов что очень впечатляет для образовательного стартапа согласитесь это значит больше 10 миллионов долларов в месяц источники этого ресурса монетизации мы тоже обсуждали на нашем вебинаре по монетизации вот и причем этот 140 миллионов они не возникли ниоткуда они появились это просто прирост и очень существенный в 2017 году смотрите в 2017 доход только курсеры составил доход от продажи сертификатов программ доступа к ресурсам и так далее составил в 2017 году он был 100 миллионов долларов 2018 140 рост на 40 процентов за год то есть очень правильно работают лидеры этого стартапа руководители и на плане монетизации а привлеченные средства составили 313 миллионов долларов то есть дальнейший рост такого образовательного стартапа в прошлом как курсера вполне себе обеспечен более того курсера вошла в компанию вошла в круг так называемых компаний-единорогов то есть рыночная капитализация курсера составляет сейчас более 1 миллиарда долларов вот такая история тоже то же самое как бы касается и относится и к другим коммерческим простите стартапом коммерческим до учебным центром онлайн учебным центром юда сети вот юда сети это американская тоже компания основатели суббассиан торн известный известный и она изначально хорошо чем юда сети известен тем что изначально нацелилась на монетизацию вот и основана была на средства основателей но в 2018 году доход юда сети составил 90 миллионов долларов это же рост очень существенный причем рост стабильный за три года в 2016 году юда сети заработал 29 миллионов в 2017 70 на 18 90 миллионов долларов даже самая история с фьючер леон фьючер леон это коммерческий проект это дочка открытой университета великобритании как раз они создали это портал тоже массовых открытых онлайн курсов и они довольно долго раскачивались плане монетизации потребовали существенные вложения со стороны основателя основателя имеют ввиду открытый университет но в 2018 году они их доход составил 8 миллионов пунктов стерлинг вот поэтому как мы видим там где задача коммерциализации монетизации цифровых компетенций ставилась она и состоялась то есть эти стартапы нашли не только возможность не только стали очень привлекательными да причем в течение окружающих лет почти скоро 10 лет они являются очень очень привлекательными для потенциальных слушателей этих курсов но еще при этом они создали разработали бизнес-модель которые обеспечивают им устойчивое развитие что из этого следует из этого следует что вот эта история с образованием как бы с массовыми онлайн курсами их влияние на наше образование это очень надолго по крайней мере на ближайшие лет десять это все не схлопится это все будет продолжаться поэтому статистическом плане абсолютно необходимо дальше в эту сторону нам с вами развиваться развивать себе те компетенции которые позволят нам устойчиво развиваться самим в том числе плане монетизации наших навыков ближайшие 10 лет и одни места и такими навыками являются навыки цифровые и навыки тьютерские компетенциях мы еще поговорим итак что какие следствия до возымела вот появление такой изменения образовательной среды значит плане ну нашего способа думания о том как мы вообще чем мы занимаемся в такое что такое вообще образование чему надо чему и как надо учить да мы понимаем что ситуация меняется но при этом мы находим состояние некоторого паралича мы это видели вот эти метания бесконечно чему учить а как учить да вот это обсуждение она продолжалась продолжается меню там вот наша реформа образования уже 20 лет мы это все наблюдаем и вот эти бесконечные метания это следствие того что спит наша система принятия образовательных решений она находится состоянии паралича прежде прочая паралича аналитического вот что такое аналитический паралич это когда потерянную способность выявить вот если посмотреть я понимаю так для меня анализ это разъем системы на подсистемы на какие-то компоненты и выявления ключевых ключевых взаимосвязи между этими компонентами вот так вот с точки зрения аналитики с точки зрения логики этого определения аналитический паралич это неспособность выявить ключевые направления развития и установить причинно-следственные связи между ними например мы не знаем как учить учить вот я была конференция по дидактике конце прошлого года и там собственно лично о том вообще как как надо учить сейчас мыслить что-то какому мышлению надо учить знаете я вот свидетель была того что была полная неспособность выявить ваши ключевые моменты потому что все время вот взгляд назад а что вот писал на эту тему этот классик а этот классик что на этот а вот этот классик он как он хорошо там написал и вот мы в этом в его логике мы развиваемся и как нам хорошо то есть в результате все вот ушло туда куда-то то есть давайте возьмем классиков посмотрим что писали они попробуем в этом ключе развиваться дальше вот реально вопрос состоял не в этом вот наиболее продвинутые участники дискуссий они задавали на вопрос пока мы здесь типа например как коллеги вот пока мы здесь замечательно обсуждаем вопрос как мы расписываем там единые графики единые тарифы вот на самом миллиону людей сидят в онлайне мы реально не знаем чем их учить вот мой то вопрос к этим дедактор на этой конференции состоял что если еще в 2008 году вот в своей основополагающей статье автор теории коннективизма писал что в наше время нужна новая теория образования потому что старые теории не могут объяснить на тот факт что масса функций мышления происходит у меня сознание действительно вот это вот обучение и так далее и так далее машин ленинг так далее это это необъяснимо с точки зрения значит не конструктивизма небе тем более дохивиоризма какого-то вот поэтому прагматизма и прочих теорий образования поэтому нужна новая теория которую он предложил вот это самый конструктивист к теории образования то есть понимаете наше вот это наше метание реформаторов образование они вызвали то что старая парадигма работы перестала вот это выбираем выявляем что впереди будет подбираем под это контент строим программу строимся в нашей традиционную систему обучения прогоняем всех обучаем контролируем замечательно так вот частная работа перестала и куда идти никто не могут рассказать и вторая второе параличит паралич управленческий ну неспособность принимать решения вот на самом деле при всех все-таки недостатков тех решений я сейчас излагаю мое мнение лично коллеги в праве с ними согласиться можете меня тут ругать сколько хотите вот но мы сейчас просто в такой ситуации что давайте попробуем действительно генерить какие-то идеи которые нам помогли так вот параличный спасает паралич и управленческие неспособность принимать решения которые нужны лично тебе выбирать что-то ну например допустим если вы даже решили что-то попробовать тут аналитику провели поставили себе какие-то цели то дальше нужно уже каких-то решений принимать например если у нас форма дистанционно она сейчас действительно такая вот то какие методы при этом можно применять методы вот я например очень постоянно последние все эти годы я не только осваиваю цифровой технологии но я среду цифровой дидактикой то есть сказать как вы какие новые средства какие новые методы какие новые формы может принимать обучение дистанционной среде или в онлайн вот я имею ввиду среда дистанционная но если она идет через интернет то это онлайн практически все сейчас идет конечно онлайн вот например форма дистанционная форма дистант метод пара сменного состава этот метод был предложен еще сто лет назад нашим российским педагогами очень мало известный метод но как можно этот метод реализовать онлайн вот мое решение на самом деле это можно сделать через веб-кьюториал вот или множественные как бы комнаты в онлайне значит делать и тем самым позволяется вот эти пары смены то есть тогда можно вязать пара сменную состав нужно принимать решение относительно того какие формы как как согласовывать формы методы средства обучения вот у нас просто не хватает знаний актуальных концепций модели на эту тему не хватает знания приемов и сервисов на самом деле тоже слишком много мы освоили вот и вот тем не менее если посмотреть на наш большой скачок онлайн как на кейс да то мы вот это и видим вот сейчас мы все оказались в онлайне и там очень много всего да там есть имирополис там есть зум там есть skype там есть всякие microsoft teams там есть прочие как бы платформы даже под даже платформ уже стал очень вот и как-то в этом надо разбираться поэтому сейчас востребованы дико значит дико информация о выборе платформ по каким критериям их выбирать я вот удивилась я опубликовала 2017 году методом про аутсорсинга я провела значит сбор информации о разных платформах в 2016 году которые существовали платформах образовательных или которые можно использовать по цели образования хотя изначально они могли быть созданы по другие цели вот и получилась такой очень неплохая такая таблица там порядка 20 до 50 вот такая примерно матрица и опять увидев дискуссию фейсбуке о том что нужна информация по платформе просто выложил это фейсбук и получил сразу кучу отзывов спасибо 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 огромное так далее мне казалось что уже как то есть оказалось очень востребованной информации вот и то есть очень много всего не хватает информации вот это все она очень раз очень разно то есть мы имеем с одной стороны такие классические совершенно онлайн-курсы которые у нас много на национальной платформе открытого образования российской наш национальный портал ну вот и а с другой стороны мы имеем собственно огромное количество региональных локальных порталов по всему миру вот и даже вот наших серий моих вебинаров здесь вы знаете что много даже глобальных порталов уже достаточно таких очень крупных порталов учитывая китайские и диски вот их очень много даже портала где больше там 10 миллионов слушателей и хуже там и вот это все разное мало того что много разных слишком много она слишком она иное чему вы совершенно не привыкли потому что мои слушатели программу повышения квалификации привыкли видеть допустим списки то есть когда я предлагаю сервисы которые можно использовать для реализации их педагогической деятельности в онлайне не спрашивают а скажите когда будет список сервисов утвержденный министерством образования вот это вот мышление требуется изменение мышления понять что пока вы с мы составим этот список просто пока донесем до минобра он уже устареет просто другое и вот это сейчас очень подтвердилось потому что кинулись в онлайн да и получается что выбирать это нужно не то что рекомендует минобра то что рекомендует то что работает реально вот вот и собственно не успевает вот эти аналитические мощности принятия решений она не успевает за развитием событий и это на самом деле с нами сделка как бы тот самый вирус вот потому что именно развитие пандемии привело к тому почему она провела резкий понадобился резкий скачок онлайн вы бы еще на этом лет 20 лились бы хвосте и тут появлялся появился вот этот самый в терминах носимый талеба черный лебедь а именно вирус который заставил нас просто резко перейти и мы вот сейчас на себе все чувствуют то что о чем много как говорил один и в результате очень высокая степень с чему учить как учить из чего все это брать как выбирать из того что что можно использовать как это состыковывать друг с другом ведь нам же сейчас проблема в чем вот от танюши телегина она не даст мне соврать потому что проблема не в том чтобы показать один раз что то то есть преподаватель сейчас сталкивается с тем что его задача не просто прийти как бы показать презентацию что сказать микрофон его задача выстроить систему вот буквально сегодня с утра вот моя внучка и сказали с передельника все заходят зубы там еще отвечает учитель и выяснилось что в зум зашли слишком многие зум лег с утра по крайней мере мы со своей стороны а у меня в семье достаточно много специалистов по работе в онлайне вы не смогли туда ходить вот поэтому вы и волновались станете лиги на относительно того как будет работать в мирополе слава богу все работает спасибо вам что вы нашли время зашли не испугались и все мы сейчас вместе то есть очень высокая степень неопределенности и тогда какие компетенции тогда нужно сейчас онлайн образователь какие компетенции заставил нас признать необходимость которых нас заставил признать большой скачок онлайн и какие компетенции нужны будут тем кто будет дальше в этом онлайне заниматься педагогической деятельностью прежде всего аналитически нам нужно понимать вообще как это работает какие компоненты здесь есть в этой системе вот как их значит то есть мы сейчас поговорим о том что значит вот эта компетенция то есть так вот тут появились вопросы к уважаемые коллеги я очень рада что вы вопросы пишите будьте добры пожалуйста пишите и по вкладочку вопросы потому что я вот отслеживаю извиняюсь перед теми кто уже написал вопросы и обязательно них отвечу вот сейчас вот тут появляются вопросы и комментарии олег васильевич пишет дело не вирусе это вопрос адаптивной эволюции да вы совершенно правы я как биолог я на самом деле по первому образованию окончала биофак университета кафедру биофизики московского государства защитила кандидатскую диссертацию по популярной кинетике то есть я знаю не только классическую революции на синтетическую действительно значит любое чтобы эволюции любое развитие предполагает наличие системе компонентов которые это развитие обеспечивает у нас видимо с этими компонентами как-то не очень было по крайней мере в образовании хотя надо отдать должность улице которые принимали решение при всех недостатках этих решений мы были обсуждаются все-таки это решение куда-то нас продвигает согласно что меня учить надо и родители и преподаватели и администраторов вот обязательно менять их подход ну вот вирус нас и заставил и нас уже должна сказать что я со своими студентами вообще этого большого скачка онлайн не заметила потому что мы давно уже работаем как наши студенты студенты магистратуры по компьютерству цифровой образовательной среде который я руковожу мы с сентября уже работаем в этой дистанционном дистанционном окружении дистанционном форуме которую сейчас все лихорадочные потанцы освоить а мы ее в общем-то давно и освоим так устовой надежда владимировна 20.04 курсы платные вот интересно спасибо за вопрос смотрите я вчера разместила в фейсбуке объявление новую информацию я поделилась ею курсера открыла бесплатный совершенно доступ к 85 своим курсам от лучших университетов курсы бесплатные в том плане что они бесплатные вообще там бесплатный доступ бесплатные задания бесплатный контент и бесплатный сертификат что очень важно потому что первое на чем стали мы не стоит что стали монетизировать курсы или монетизировать порталы образовательные глобальные это выдачу сертификатов но собственно и все сейчас бесплатных сертификатов практически нет везде нигде более того буквально месяца два назад было значит была информация на портале класс central это агрегатор массовых онлайн-курсов глобальный о том что пришел конец бесплатному онлайн-курсу все и практически в мире не осталось да и вот вирус заставил вернуться вот к этому да и собственно гуманизировать свой подход немножко к предложению своему рыночному и сейчас на курсере открыты 85 онлайн-курсов причем это курсы те которые неоднократно входили вы были на вершине рейтинга онлайн-курсов качественных онлайн-курсов предлагаемых на курсере вообще в мире я об этом тоже написала зайдите в фейсбук найдите страницу шлинику любовь не амин и я опубликовала информацию со ссылками со всеми вот заходите смотрите чем эти курсы часто имеют русскоязычные титры русскоязычные там есть или нет я просто не успела посмотреть все 85 не могу сказать но титры русскоязычные есть и на многих поэтому обязательно сходите посмотреть там и для профессионального роста и для личности то же самое сделали наверняка и другие порталы я просто не очень курс да вот татьяна викторовна я просто как бы цена смешная за весь курс смотрите действительно если вы помните то что мы обсуждали на предыдущих в бинарах про монетизацию на курсере сертификат курсовой стоит 1800 рублей вот на фьючерлен он стоит порядка 4000 рублей вот и 1800 это это как бы по крайней мере когда я там училась это был мне вполне доступно даже как пенсионер поэтому это вообще деньги и кстати это существенно в разы дешевле чем те же курсы которые предлагаются второе не появилась ли у вас дистанционный аспирант знаете дистанционный аспирантура по тьюперству это это очень хорошая идея мы над ней будем работать по крайней мере мы вышли на руководство с предложением создать магистратуру по дистанционному сейчас называется очень хорошая идея спасибо обязательно это обсудим смотрите да ирина юрьев спрашивает можно ссылочку на бесплатный курс сертификат тоже бесплатно конечно я имею ввиду сейчас 85 курсов очень хороших выложены на курсере абсолютно бесплатно даже сертификат ссылку я сейчас не могу просто не имею возможности искать здесь но зайдите на фейсбук найдите крышнинику любовь и не аминова вот и там в моей ленте вот это есть я опубликовала это вчера вот и смотрите то что там очень хороший я поскольку я делаю неоднократно обзор лучших курсов за разные годы последних я вижу что туда в этот список 85 ходят многие курсы которые были в рейтингах когда топ 10-15 курсов мировых в мире вот пожалуйста пользуйтесь этим итак давайте вернемся к нашим собственно компетенциям и так какие компетенции нужны для успешного так можно ссылку куда зайти еще раз идете на фейсбук набираете крышнинику любовь и не аминова выходит моя персональная страничка на ней я вчера опублика разместила вот эту информацию бесплатных бесплатных онлайн-курсах на курсере если вы заходите в родственные группы ну например магистратура по тьютерству в цифровой среде вот это наша учебная группа там я тоже информацию цифровой тьютер будущее образование то есть в основном я это разместил в группах на фейсбуке там те группы где я который я виду или там я часто бываю галактика миллион информационная образовательная среда но не буду сейчас опланировать страницу давайте вернемся к компетенциям вот мои ленты фб вы знаете нет ленту можно не искать вы просто меня на фейсбуке найдите так давайте тогда сделаем следующее собственно я попрошу таню телегину татьяна викторна можно вас попросить зайти на фейсбук найти там мою страницу персонально и кинуть сюда ссылку на то что я вчера там разместила про бесплатные курсы на курсы окей вот если нет давайте татьяну татьяну викторовну попросим это сделать итак заранее большое спасибо давайте вернемся к компетенциям в любом случае после окончания вебинара я просто зайду и проверю сама и кину сюда ссылку хорошо сейчас давайте все таки компетенции разбирать так вот нужны компетенции какие резко востребованными стали компетенции аналитические если не получается то почему и как сделать лучше управленческие принимать решения нужно самому причем сейчас я скажу вообще может быть крамольную вещь компетенции предпринимательские предприниматель в отличии от менеджера это тот кто выходит на рынок с новым продуктом предлагает его от себя и берет на себя все риски давайте вот это то есть надо уметь вот эта компетентность быть смелым содержательно обеспеченным или ресурсным но еще и быть смелым принимать на себя риски при при предлагать что то и нести потом ответственность за то что ты предлагаешь вот для этого нужна конечно смелость для этого нужно очень сильно выйти из зоны комфорта и вот эту компетенцию в нашем образовании так сказать уж точно никто не развивал вот а сейчас это сказывается потому что люди сами боятся что предпринимают ждут указаний а какие тут указания если завтра надо выходить дистанцию стоять и компетенции тьютерские тьютерские компетенции это уже относится конкретно к педагогу педагогической деятельности вот мы сейчас об этом поговорим какие компетенции тьютер итак аналитические это естественно анализ как выявление основных компонентов системы причинно-следственные связи между ними и понимание их взаимосвязи например форма дистанционная если вы не станете хотите проводить групповой значит веб-кутериал который я называю веб-кутериал да если у нас есть веб-семинар то это вебинар то веб-кутериал может быть у юриала почему нет вот средства это множественные вебинарные площадки то есть организация учебных процессов потребует от вас создания множественных вебинарных площадок так управленческие что такое управленческие компетенции управление если он делает он планирует он проектирует он организовывает он контролирует вот и вот этого у нас на самом деле так сказать насчет планирования у нас образователей в порядке планы мы писать привыкли вот эти все программы учебные тематические планы мы писать умеем организовывать ну тоже умеем контролировать тем более с этим у нас всегда а вот проектирование да а как нужно проектирование почему сейчас дефицит этого потому что а в онлайне это так вообще проектировать там что другое там яв vaz педагогические модели концепции они продолжают работать онлайн Там нет никаких фундаментальных барьеров для того, чтобы они работать перестали. Нет, они работают. Другое дело, что все-таки нужны более актуальные концепции. Ну, например, как создать качественно образовательную среду. Что значит качественно? Мы говорим о качестве образования, а как среду качественно создавать в онлайне? Понимаете, как? Не, неизвестно. А это уже есть, для этого есть замечательные совершенно модели. Которые на Западе активно применяются, активно исследуются. Вот на практике, в теории и так далее. Приемы какие-то, какие методы, какие средства, те же самые сервисы, какие брать. Вот сейчас, да? Какие сервисы использовать для того, чтобы стабильно работать, проводить вебинары в условиях, значит, большого скачка в онлайн. Всю неделю ушла совершенно бешеная дискуссия. Вот чем хорош Zoom, а чем он плох. Потому что Zoom был единственный, который не лег в самом начале этого большого скачка. Но сейчас, слава Богу, видим, что Мирополис носит, Мирополис работает нормально. То есть, какие средства выбирать и так далее, по каким критериям, какие платформы и так далее выбирать. То есть, вот это проектирование, оно у нас хромает. Так, тьютерские. Вот теперь переходим к тому, почему, собственно, нужны тьютеры в онлайне. Итак, тьютерские, прежде всего, толерантность к неопределенности. Тьютер, вот кто такой тьютер, это мы сейчас как бы определение вынесем. Так, толерантность к неопределенности. Тьютер, эмпатия, вернее, толерантность к неопределенности. Тьютер, это педагог, который работает в условиях неопределенности. Толерант, он там нормально существует. Более того, он сам себе эту, значит, неопределенность создает. Эмпатия способна встать на позицию другого. Создание и поддержание открытой образовательной среды. Вот он сам создает эту среду, где высокая степень неопределенности, потому что эта среда избыточна, вариативна и провокативна. Коллеги, если я сейчас увлекусь и буду говорить быстро, может пострадать качество звука. Тогда, пожалуйста, мне сразу пишите в чат звук восклицательный знак. Спасибо. Итак, тьютер коммуницирует очень хорошо. Он коммуницирует и со своими обучающими, подопечными тьютерантами. Он коммуницирует с их родителями. Он коммуницирует с теми, кто рулит учебным процессом, потому что тьютер – это не только преподаватель. Сейчас мы в этом поговорим о праздниче. Тьютер умеет диагностировать внешнюю и внутреннюю среду обучающихся. То есть, насколько открыта та учебная среда, в которой он ведет свою деятельность тьютерскую, и насколько сам тьютерант, его подопечный, готов к, насколько он сам готов работать с ним, насколько он открыт, насколько у него сформировался то, что называется образовательный запрос, способности, амбиции, интенсии и так далее. Я не могу сейчас в рамках одного вебинара долго объяснить, кто такой тьютер. Я буду говорить о тьютерских компетенциях. Значит, тьютер еще умеет создавать и поддерживать мотивацию через создание настроя на рост и развитие, так называемый growth mind. Еще одна очень актуальная и популярная концепция на Западе от Кэрол Дверг, Систенфорский университет. И гимификация. Вот это в онлайне работает. Сейчас я говорю о том, что работает онлайн. Онлайн образование, гимификация, даже работает. Мы прекрасно это видим на образовательных сайтах, в частности, лингвалео, учирую и так далее. И способность быть на равных. Способность быть на равных. Понимаете, это очень трудноосваемая компетенция, потому что как-то наша культура, она предполагает все-таки большую дистанцию власти. Что еще умеет хорошо делать? Он может навигировать в открытой образовательной среде. Для этого ему нужно знать образовательные ресурсы. Отсюда высокая потребность навигаторов. Трое моих студентов из 11 хотели писать магистерские диссертации по созданию навигаторов для тьютеров по открытой образовательной среде. Сейчас у них, может быть, поменялись приоритеты в связи с появившимся опытом работы. В дистанции может быть. Но, по крайней мере, факт того, что навигаторы востребованы для тьютеров и преподавателей, очень даже, таким образом, фиксируется. Еще тьютер может, как его задача, методическое обеспечение навигации тьютерантов в этой открытой образовательной среде. Для этого нужно, конечно, опять же, знать, понимать и применять актуальные концепции моделей и так далее в традиционной и цифровой среде. Еще тьютер хорошо умеет создавать и поддерживать сообщества, учебных сообществ, учебные деятельностные и следовательские. Все эти сообщества и вообще подход, важность сообщества для образования, вообще для управления знанием, следует из современных теорий образования, в частности, к инактивистской теории, и из таких моделей, как комьюнити-опенкварии или Андерсена, или комьюнити-опрактис, насчет Кутиена, да, секунду, сейчас, Жан Лав, и забыла, второго. Предпринимательские компетенции тоже очень нужны. Так, это знание рынка, то есть знание рынка, в частности, вот тут вдруг стало востребовано знание образовательных платформ, то есть рынок, так сказать, предложение образовательных платформ, рынок образовательных платформ, назовем его так. Вдруг стало очень востребовано, потому что нужно было выбирать, так сказать, платформы, на которых можно не только вебинары проводить, но где-то что-то размещать, как-то вот, Learning Management System, то есть систему управления образованием, для этого нужны платформы. Способность принимать на себя риски, это уж у нас совсем плохо с этим, и финансирование, откуда брать, собственно, финансированные, источники финансирования могут быть разные. Вот, это и мир, это и бюджет, это и какие-то, допустим, дополнительные варианты. Так, хорошо, так вот, кто такой тьютер в результате? Тьютер – это, во-первых, педагог. Обращаю ваше внимание на то, что тьютер – это педагог, но педагог особый, и тьютер мы привыкли отличать не от педагога, а от преподавателя. Преподаватель занимается тем, что как бы транслирует готовые нормы, да, хороший учитель, хороший преподаватель, вот, это мы еще поговорим об этом, то есть, когда говорим о том, что хороший учитель, преподаватель, он обладает достаточно, так сказать, у него разные тьютерские компетенции, уже есть, да, поэтому не удивляйтесь, потому что, так сказать, не все, что относится к тьютеру, является новым для вас. во вторых это антропопрактик то есть он занимается не тем что не трансляции каких-то знаний конкретного предмета а он занимается взращиванием человеческого человека в том случае он занимается антропопрактикой во-третьих это проектировщик конечно же он знает как выстраивать систему и в третьих это профессия сопровождающая мало того что она средовая то он еще и сопровождает тьюторанта в процессе разработки и реализации тьюторантов индивидуально образовательной программы в результате тьютор это тот педагог который воспитывает взращивает вскармливает тьюторанте самость посол субъектность способна стать субъектом своего образования то есть принимать не стоит на образовательные решения то есть он ничего не дает готового никого не жалеет он никого не толкает не гонит он не дает готовых советов он создает условия когда тьюторан то есть обучающийся начинает предстоит на принимать решение начинает проявлять себя как субъект собственного образования вот при этом у тьютора есть несколько параллель особенно тьютор дистанционного образования так во-первых тьютор как старший два типа ролей тьютор как старший и тьютор как равный вот тьютор от педагога отличается тем что он на равных это основная ключевая закавыка наших педагогов то есть я по себе это знаю потому что я тьютор с 2002 года и до сих пор тьютор тьютор группы мой тьюторский опыт это опыт работы значит я прошла подготовку как тьютор школы бизнеса открытого университета в Викобритании и работаю международным статистическим менеджментом и линк а сейчас я веду группу в школе высшей школе инженерной педагогики и психологии и лингвистики санкт-петербургский фольтехнический коллектив педагоги и вот эта модель которую я буду излагать модель тьюторская это модель открытого университета в Викобритании вот в этом в рамках этой модели вот ты должен освоить позицию равного взаимоотношениях со своими обучаемыми вот это на самом деле есть самое сложное потому что не мы как правило к этому не наши обучаемые но я работала в системе дополнительно профессионального образования в школе бизнеса но правда нет не только высшего и дополнительно на бакалавриате это же работа как тьютор группа вот там вот это самое сложное было именно освоить вот эту позицию мне не готовы вы как преподаватели и к ней не готовы наши студенты наши слушатели наши обучаемые тьюторанты они как бы подсознательно ждут что тьютор начнет им транслировать готовые рецепты а он этого не делает это принципиально другое и поэтому у них начинают возникают такие идеи что вот тьютор просто очень нехороший и вредный человек а на самом деле вот эта задача тьютора создать условия в том числе и жестко запретить себе давать готовые советы обучаемому чтобы обучаемый начал принимать образовательные решения сам и так две позиции более привычный нам тьютор как арбитер ставший он выступает в роли перемещателя знаний и в роли формирователя что значит перемещатель так или иначе тьютор все-таки транслирует культурные нормы или нормы и правила определенные области знаний вот это в разных моделях той или иной форме существует так называемый культурно предметный вектор деятельности тьютора в терминах другой научной школы вот то есть тьютор как перемещатель он реально значит перемещает передать это знание тьютор как формирователь с помощью разных университет разных инструментов я специально картинку разместила где это делается руками и сам таким вот универсально чувствительным тонким инструментом который есть у человека это его руки вот он формирует вот это мнение формирует вот эту самую самостоятельность так сказать мнение какие-то стратегии которые предпринимает которые простите немножко куда ушли ага которые так сказать тьютор анти формирует вот и тьютор как равный он здесь выступает как гид то есть который знает среду и который может по ним водить в этом плане реальный педагог водящий детей на самом деле взрослых реально тьютор как равный поэтому он тоже может проявлять он не может все знать он не должен даже в том предмете который он перемещает знание которым он просто перемещает вот и тьютор выращивается скармливает подкидывает так сказать какие-то питательные вещества поливает и так далее защищает так сказать тьюторанта от так сказать каких-то воздействий которые мешают формированию его субъектности так и вот компетенции тьютора и преподавателя в чем тьютор отличается смотрите у тьютора простите вот так сказать тьютор 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 подпись просто снизу и сверху а не справа и слева тьютор он в основном кто позиции равного в основном поэтому он гид он выращиватель и он формирователь понятно да а преподаватель он скорее перемещатель в основном но при этом он может быть и формирователь он может и хорошие на самом деле преподаватели они всегда проявляют тьюторские компетенции тоже в чем-то заключается что так сказать не только перемещают а именно значит выращивают формируют является гидами создает открытую образовательную среду где много образовательных ресурсов где существует возможность выбора для того чтобы принимать решения настоятельно значит имеет возможность выбора так идти или иначе вот и создает возможность выбора создавая через создание открытой образовательной среды и тут я добрым словом вспоминаю нашего классного руководителя Олега Васильевича Королёва моего с которым мы до сих пор перезваниваемся жив слава богу и здоров вот долгих лет жизни вот которые не только просто преподавал нам литературу про программу да но всегда мы занимались кружка как и Пушкинском и Лермонтовском и Боголевском благодаря чему я потом долгие-долгие годы читала все что могла о Пушкине значит узнать и это конечно так сказать спасибо ему меня тоже сильно помогало мне дальше развиваться вот но я имею в виду личностный план ну и профессиональный тоже это уже второй вопрос как именно но я к тому что хорошие учитель хорошие учителя которые как правило обладали определенными и тьютерскими компетенциями и тьютеры на самом деле далеко не тьютер и цифровая образовательная среда это вещи которые возникли независимо друг от друга потому что первыми тьютерами в истории были например Аристотель который был таким наставником сопровождал развитие Александра Македонского вот например Василий Андреевич Жуковский который был тьютером у нашего царя реформатора Александра Николаевича вот это Никита Козлов который был тьютером и Александра Сергеевича Пушкина всю совершенно жизнь поэта можно сказать от рождения и до смерти потому что Никита Козлов сопровождал для погребения и вот наиболее относительно более поздний пример это Чарльз Сидней Гипс учитель английского языка тьютер наследника царевича Алексея Николаевича сына нашего последнего царя вот то есть цифровая образовательная среда совершенно есть условия появления вот значит тьютерская модель открытого университета чем она характерна знаете какие есть тьютерские технологии профессионально самоопределение подростков кроме личностно-ресурсного корректирования вот это Наталья Владиславовна спрашивает Наталья Владиславовна я сейчас не могу углубляться в тьютерские технологии но я могу сказать что есть и кроме личностно-ресурсного корректирования есть то есть технология деятельностных проб если говорить о профессиональном самоопределении подростков это конечно же технология деятельностных проб ее кстати опробовали уже в онлайне буквально вот в марте месяце я правда еще не успела понять детали я сама хотела предложить такое дело перевести в онлайн давно вот и сделали это это сотрудники сетевого института Преста из Перми вот они собственно авторы технологий вы можете просто тоже в фейсбуке набрать Преста сейчас я напишу вот наберите Преста и выйдите на страничку Преста там много чего можно узнать про этот самый фестиваль деятельностных проб онлайн который завершился чуть ли не неделю назад так а сейчас давайте вернемся к тьютерским моделям модель я буду говорить о модели открытого университета дело то что открытый университет это один из самых крупных в Европе в мире вообще университетов где все обучение ведется в дистанции созданы они были в 69 году я имею ввиду открытый университет специально специальным указанным за это второй в целях обучения масса людей у них же в этот момент была третья технологическая революция научно-техническая революция вот которую мы успешно так сказать оставили за бортом в тот момент как у нас состоялась она практически вот там собственно дистанционное образование было очень сильно развито именно с усилиями открытого университета потому что у них было качественное образование в частности благодаря тому что они основывали его на собственных академических исследованиях вот и значит там уже было понятно что всех прогнать то есть выбрать вот эту парадигу там переставала уже работать было понятно что все меняется достаточно быстро и нужно помогать людям делать выбор субъектность взращивать поэтому все преподаватели там они вот то есть подготовка тьютеров заключается в том что берут очень успешных студентов которые изучают предмет и развивают у них через специальную подготовку я сама прошла работать но работала я в России так дальше задача была обучение взрослых а взрослые имеют разные опыты у них свои приоритеты в образовании поэтому учатся они по-разному и единую конечно им технологию единые средства даже контент им нужно давать разным вот если изучать один тот же контент разными способами давать разными средствами это индивидуальный подход мы его знаем отличие индивидуализации которые обеспечивают тьютер в том что тьютер собственно сопровождает построение индивидуальной образовательной программы ее реализацию а эта программа предполагает освоение разного контента вот поэтому тьютерство таким трудом пробивается дорога традиционной нашей настоявшейся системе классно урочить так и обучение самостоятельное принятие образовательных решений вот эта задача тьютер школы бизнеса открытые университеты это та самая задача в смысле решая которую наши студенты наши слушатели так сказать с трудом большим трудом осваивают вот и почему собственно эта тьютерская модель сейчас вот в момент большого скачка в онлайн она как раз и начинает работать прежде всего зашкаливает степень неопределенности мы видим вот эти метания бесконечные панику оказывается причем на всех уровнях от того какую платформу выбрать до того какую кнопку нажать чтобы в эфир выйти понимаете самостоятельно а ведь на разных бинарных площадках это еще и по-разному устроено необходимость принятия решений включая экстренные вот у тебя свалился вот сегодня с утра люк зум потому что после всех ну это вот наши стороны просто сами поняли что он люк значит нужно экстренно понимать решение куда идти где детей-то учить вот они все в школу пришли дистанционные да потом запрос на управленческие компетенции планирование проектирование организации контроль срочно нужно сделать как-то по-другому вот и запрос на предпринимательские компетенции рисковать нужно что-то брать на себя да то есть а вот и мой класс будет учиться так-то и так вот на этой платформе или наша школа будет учиться да то есть вот это ожидание указаний сверху оно сейчас как-то работает слабо вот вспомните так сказать объявление о том что все переходят за учебу переходит на дистант или все работы переходят на дистант и тут значит выступление ректора МГПУ Томского госуниверситета Воложинского что Томский госуниверситет как работал в дистанте так работает да то есть он не перестает учиться но потом вышло указание что в течение этой недели учиться тоже надо перестать так хорошо так дальше что что меняется в результате большого скачка ориентация на обучающихся это тоже такое изменение менталитет изменение культуры теперь нужно ориентироваться на обучающихся потому что вот если кто-то из вас обучался на так сказать программах других университетов британских англосаксонских например тот эту разницу уже понял если кто-то значит не обучался то скорее всего в ближайшее время поймет потому что когда вы обучаетесь в онлайне то там люди другие там четко жестко больше ожидания больше да там требования к четкости больше и поэтому нужно ориентироваться на значит ориентироваться нужно не на контент а на обучающихся что на цели обучения потому что зачем они туда приходят вы должны понять кто к вам пришел какие у них цели то есть предлагать программу на рынке да на образовательном рынке те программы которые соответствуют запросу определенной группы целевой аудитории и вот они к вам приходят и вы должны дальше вот на эти цели и работают на их цели а не на тот контент который вы знаете вот и вот это очень видно четко в методических методических методологика вернее тех методических рекомендациях которые дают ведущие университеты мира например есть замечательный курс на осуществительского технологического института курс для да там он состоит как раз из методических рекомендаций кейсов практически методические рекомендации для того для их преподавателей которые работают в стандинг в онлайне да на платформе идекс и там просто жесткое требование что вы курсы которые спроектированы под вернее исходят из того какой замечательный преподаватель который столько знает всякого замечательного контента это неправильно спроектированный курс а справильно спроектированный курс это те которые четко понятно какие цели они реализуют и каждая активность даже самая мелкая на этом курсе работает на достижение этой цели вот ориентация на обучающих потом в результате большого скачка в дистанции мы теперь нам теперь стали не нам конечно нам это давно доступно но для всех практически преподавателей стали доступны огромные то есть доступно огромное количество цифровых образовательных ресурсов а они они разные они предполагали возможность изучения темпе предоставления обратной связи в режиме реального времени то есть в онлайне у нас есть возможность реальной реализации понимаете поэтому юкорские компетенции становятся востребованы в третьих создание сообщества надо иметь создавать управлять без сообщества вы не потянете просто в онлайне нужно сообщество родителей сообщества обучающихся чтобы они друг другу помогали сами понимаете вот вы знаете вот вы задаете вопрос такой как бы делать как быть с немотивированными студентами которые прячутся от армии я бы сказала что это еще вопрос там не одного вебинара вот с немотивированными студентами ну на самом деле есть возможности разные начиная с создания поддержания мотивации которую умеет делать юток и кончая так сказать уже не только пряниками но и кнутами но это предмет отдельного вебинара конечно так как изменяется роли тьютера в цифре прежде всего то есть дистанция цифровой образовательной среде во первых это роль вида востребованность навигаторов я уже говорила что я сама написала книжку так получилось что в девятнадцатом году у меня вышла книжка которая называется навигатор по цифровым образовательным ресурсам для тьютера и преподавателя эта книжка есть на Митрессе стоит она вам 129 рублей вот там рассмотрены разные образовательные порталы и то какие курсы можно на них найти и русскоязычные и англоязычные и иноязычные в общем так сказать то что нас очень плохо знают здесь это глобальный образовательный портал иноязычный не только курсера но массовый вот дальше выращиватель тут надо понять что выращивать что именно выращивать сейчас вот тоже не я сейчас не могу прерываться на то чтобы название писать будьте добры напишите мне тогда в личку по фейсбуке или по почте хорошо так сейчас я напишу свою электронную почту там чтобы было была почта и мы бы с вами продолжали общаться вот моя почта напишите пожалуйста я всем отвечу итак что выращивать а выращивать как выясняется нужно метапредметные навыки уже как бы не предметные навыки их надо да но больше вас требует метапредметные то есть аналитические значит то есть так сказать навыки поиска информации работы с информацией навыки коммуникации вот те самые soft skills о которых сейчас много говорят критическое мышление командная работа креативность и так далее вот значит перемещатель вот когда занимаешься перемещением то есть обучением каким-то конкретным предметом то здесь конечно предметники попадают в состояние так сказать не самую лучшую позицию потому что не успеешь составить курс под развитие под какую-то тему как она уже устревает не устревает она просто обновляет ее надо обновлять по ходу делать каждый каждый год и здесь вот хорошие преподаватели даже когда обучали вот на слухлайне я помню в 2000 году я изучала маркетинг в НХ Мирбисе и там наш преподаватель он каждый год на 30% свой курс обновлял потому что речь о практическом маркетинге и там постоянно обновлялись так сказать самые технологии вот эти маркетинги вот такие требования вот а тут в онлайне так сейчас и тем более вот и формирователь что формирователь а формирователь это мышление этическое творческое системное аналитическое вот есть как бы это не значит что я всем предлагаю остаться тьютерами но есть замечательная позиция преподавателя с развитыми тьютерскими компетенциями то есть оставаясь преподавателями развив свои тьютерские компетенции вы будете существенно у более успешной цифре в дистанции и не только более успешной с точки зрения вот такого внешнего успеха карьеры и так далее но и с точки зрения удовлетворенности потому что тьютер вот эта позиция равного эта позиция совместного сотворчества и образовательных программ она приводит такое дает ощущение необыкновенное вот это очень здорово поэтому вы намного более счастливы не только успешны но и счастливы а счастье это как известно субъективное ощущение благополучия в терминах позитивной психологии так то есть преподаватель с развитыми тьютерскими компетенциями вот я уже говорила что тьютерские компетенции всегда были у преподавателей хороших и за эти компетенции раньше приходилось дорого платить вот частности моему тоже классному руководителю приходилось за это платить потому что он работал значительно более охотно он работал с сильными учениками он преподавал то есть давая им дополнительный материал чем пытался пытался чем значит занимался подтягивать трое двоечников на состояние троечки хотя бы понимаете вот а это на это была и нацелена вся практика ну вот ту систему которая застала я вот она была нацелена на это и так смотрите почему еще нужно развивать свои теоретические компетенции потому что сейчас растет запрос на качество вот сейчас все в онлайне будут и тут и народу дойдет что они могут выбирать уже не между теми курсами которые есть на национальной платформе открытого образования на степике в день того универсариуме но они могут выбирать между нашими курсами наших университетов и курсами университета штата пенсивания гарварда стэнфорда понимаете запросы требует вырастет и будет запрос на качественное образование в том числе подтвержденные значит дипломами ведущих университетов а они становятся доступны в онлайне ну вопрос стоимости пока не обсуждаем то есть а вот это образование массово здесь печать нельзя и оно может быть индивидуальное ну как и небольшими группами можно получать и поэтому нужны уже тьютер а не преподаватели которые задача которых научить всех всему так Сергей Константинович спрашивает тьютерство необратимо должно уничтожить преподавательство как вид вот я сейчас рассказываю о том что развитие тьютерской компетенции обогатит развитие преподавателя вы это как-то загоняете куда-то нет конечно так не бывает вообще что как вид абсолютно нет конечно вот наоборот тьютерство обогатит и разовьет преподавателя как это надо сделать грамот то есть запрос на индивидуально образовательную программу в дистанционном формате вот это уже сейчас имеет место мы сейчас активно с металлогии а конкретно со школой домашней школы Фоксфорд ведем развиваем проект по обеспечению тьютерского сопровождения обучающих в школе по индивидуальному образовательному программу отстающим что придется брать репетиторов которых часто называют тьютерами но это тем не менее не те которые обеспечивают индивидуализацию а просто помогают правило то что называется тьютер какие-то дефициты вот так дальше оказывается как же развить в себе вот эти тьютерские компетенты вопрос как вот на самом деле наш вебинар к сожалению мы уже познавали как мы подошли так как можно развить во-первых изучайте цифровое образовательное ресурс поэтому читайте книги учитесь прежде всего учитесь в онлайне сами изучайте эти ресурсы начинайте с русскоязычных они есть на всех образовательных порталах кроме локальных каких там индийских или китайских там вряд ли найдете а глобальные все уже заточены так учите иностранные языки в том числе через обучение на иноязычных цифровых образовательных ресурсов обучайтесь сами на англоязычных курсов вот это вот я продвигаю везде эту технологию как гид перемещатель сильно вырастите учите создавать создавать сообщества в онлайне управлять ими вот сейчас на фейсбуке есть такое сообщество соцсети как открытый университет где люди обучают друг другу математике английскому языку есть сообщество практики смотрите сообщества в фейсбуке они просто везде есть они везде видны но на фейсбуке особенно учите создавать качественную образовательную среду на базе современных актуальных концепций в частности модели комьюрити охрань варе сейчас мы не можем ее рассматривать но это одна из самых мощных и популярных сейчас на запах модели развивайте в себе критическое аналитическое системное творческое мышление здесь я хочу сказать что у нас принято подходить к творческим способностям как к чему-то такому либо дару божьему либо так сказать совершенно непонятным чем коллеги совершенно конкретные технологии для этого дела есть то есть мы развитие системы творческого мышления творческих способностей это очень технологизированный сейчас процесс вот мы сейчас только что для Россотрудничества я сделала курс короткий достаточно на по развитию творческого мышления и там использую все свои технологии которые я знаю по развитию творческого мышления и осваивайте такую такой подход как геймификация это не только использование игр в образовании как у нас это часто понимается а использование игровых динамик механика или технику и дизайна для достижения игровых целей вот вот пример такого это например перечитать марка Твена Тома Сойера про то как Том Сойер красил забор он будучи гениальным предпринимателем он или пытался получить библию за 6 тысяч выучили 6 тысяч библейских стихов которые на самом деле не изучал это такие примеры классические совершенно и второе проходить обучение на программах повышения квалификации профессиональной переподготовки для дистанционных тьютеров развитие компетенции для дистанта сочетается с дистанционными средствами не только средствами но и концепциями моделями так и получать академические степени по дистанционным тьютерам вот уже сейчас работают магистратуру Московский городской университет тьютерство в цифровой образовательной среде я являюсь руководителем этой программы так ваши вопросы теперь олег васильевич пишет тьютер это сленка не наше слово не русское не ментальное это сленка коммуникации с другой структурой сознания мы должны дуальные по-русски и по-европейски тогда будем лидерами как вернадский бектор и по-нушински просто мысль-слов понятно действительно мысль-слов но тьютер это не сленк это собственно уже устоявшийся термин у нас есть тьютер как профессия есть профессиональный стандарт тьютера вот это один из видов наставлен то есть под это уже есть очень существенная теоретическая методологическая база так теперь я посмотрю что у нас среди вопросов так так про дистанционную аспирантуру хорошо что может выступать образовательным решением со стороны обучающихся в тьютерской практике и каким могут быть инструменты оценки образовательных решений обучающихся смотрите какими могут быть образовательные решения вот в технологии той же самой деятельности троп тьютер встречаясь с тьютерантом он выявляет помогает ему выявить вот этот образовательный запрос то есть что тьютерант реально хочет потому что очень часто так сказать ну любого из нас спроси да в какую сторону ты хочешь развиваться он сразу на вскидку не скажет у нас с целеполаганием еще не очень хорошо у нас вообще дефицит управнических навыков субъектности у нас маловато тем более в образовании и у тьютерантов тоже тем более когда они еще это могут быть дети вообще дошколята это могут быть но существуют методики специальные технологии например тьютерская технология калаш например есть такая технология как раз выявление предпочтений когда предлагается ребенку предлагается серия картинок на тему выражены разные профессии кстати их можно купить эти карточки в магазинах книжных в магазинах и ребенок начинает тасовать выбирать на чем-то останавливается вот это предпочтение таким образом может оно еще не сформировалось даже как желание и потребность он может сам это осознавать но вот вот пожалуйста такая тьютерская технология как калаш позволяет для более взрослых можно две глубины и так далее то есть как-то выявляются вот эти технологии в тьютерской практике критерии инструмента оценки этого решения смотрите тут речь о оценке тут быть не может тьютер не оценивает тьютер дает обратную связь вот то есть не ставится задача перед тьютерантом а вот прими какое-то решение я тебе оценку поставлю да вот так ему сообщается вот сейчас нам надо понять куда какую профессию будем пробовать технологии деятельности проб какую профессию ты хотел попробовать не совсем не как профессию потому что задача вот этой технологии обеспечить ветеранту пробу не только самих профессиональных действий а пробу профессии как образа жизни да вот вот как бы помогают сказать для себя начинает понимать что бы он хотел попробовать вот и тьютер ни в коем случае это не оценивает молодец не молодец он приветствуется любое решение таран но ему предоставляется обратная связь причем обратная связь развивающим ключи вот это есть вот вот это подход который то есть установка на рост развития ему как бы комментируется что то что он приложил усилия решение вот есть это решение вот и он дальше мы делаем то тут дальше зона ближайшего развития предлагается двинуться вот и как бы установка на рост развития значит заключается в том что это активно поддерживается то есть активно конструктивная обратная связь предоставляется и так сказать дальше так сказать тьютеранта надо поддержать в том что он принял решение самостоятельно а дальше идет проба и он на собственной пробе в этом убеждается вот так правильную его это профессия его так правильно ли я понимаю по образовательному решению что речь идет об оценке результатов реализации обучающихся а не сами решения нет вообще об оценке речи не идет вообще вот речь идет о том чтобы так сказать поддержать именно в том что он то или иное решение принял самостоятельно вот а не оценке результатов так так ольга дмитриевна владимирская спрашивает вы бываете в петербурге да вот конечно ссылку на курсы не забудете вы имеете ввиду прямо сейчас да вот сейчас тогда если я прошу прощения задержала вебинар как всегда увлекла увлекалась на самом деле у меня я проговаривала когда для себя то у меня час укладывается видите значит приношу извинения за то что я не успела ложь не смогла уложиться это конечно большой грех у самой страны организаторский сейчас я тогда спасибо большое всем кто был и вот значит кто до конца так я сейчас тогда поскольку время есть я зайду на просто свой фейсбук найду эту ссылку на сейчас положить секундочку очень все медленно работает то что все сидят естественно дистанция все в онлайне вот она да действительно вот сюда да у вас уже есть эта ссылка вот она эта ссылка зайдите на эту страничку и там самое первое что вы увидите там пойдете сверху вниз вот собственно ссылка на вот эти курсы реинкарнация образовательного коммунизма курсера открывает 85 своих курсов вот это вы все вполне найдете так еще вопросы есть вопросов нет спасибо всем большое извините еще раз что задержала следующий раз постараюсь вас не помогать большое спасибо я отключаю вещание передаю а 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